Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. 3 марта во всем мире отмечают День охраны здоровья уха и слуха. Мама у меня каждый день лечила, она мне лекарство давала. В историко-культурном центре идет подготовка к выставке куклы советского детства. Сегодня она идет к нам самостоятельно, уже в приличном состоянии, на выставку. В Центре социального обслуживания «Вера» провели мероприятие в преддверии 8 марта. И солнцу улыбнемся мы, печали не таят. 3 марта во всем мире отмечают День охраны здоровья уха и слуха. Медики уверены, больше половины случаев глухоты можно предотвратить, вовремя устранив причину болезни, особенно в детском возрасте. Как сберечь здоровье и слух узнала наш корреспондент Екатерина Борисова. Примерно треть пациентов обращаются к лор-врачам Видновской детской поликлиники с жалобами на боль в ухе и проблемами со слухом. И здесь, уверяют медики, крайне важно найти первопричину недуга. Пресловутые аденоиды, к примеру, легко могут привести к снижению остроты слуха и даже глухоте. Если аденоиды большие, тут и накапливается жидкость в барабанной полости, что является частой причиной снижения слуха, то здесь, конечно, лечение должно быть оперативное. Небольшие аденоиды, они все-таки подвергают следующие за ним тубоотиты, они хорошо лечатся. Уже несколько лет маленькая Настя Скирда вместе с мамой Надеждой борются с частыми отитами. Сейчас врач ставит девочке аденоиды третьей степени и советует подумать об удалении, пока проблема не коснулась остроты слуха. Мама меня каждый день лечила, она мне лекарства давала, а теперь свое лекарство дает. Лекарства вкусные? Горькое. Но ты все напила? Да. В прошлый раз делали продувание, сейчас говорят, не надо, ну то есть вот так вот контролируем, пытались тянуть, думали, что как-то подрастет, носик будет побольше, дышать будет получше, но, к сожалению, да, в ее случае на ушке осложнение, поэтому придется все-таки удалять. Болезненные ощущения в ушах часто бывают следствием перенесенного респираторного заболевания, в том числе и коронавируса, уверяют медики. По статистике, до 85% отитов возникает у детей младше 6 лет, и в таких случаях не стоит заниматься самолечением. Начиная с декабря, несколько детишек с очень серьезными отитами, с осложнениями, то есть осложнения на уже, на сосисовидный отросток идет, мастеидит, и уже мы, по-моему, двое или трое детишек у нас прооперированы. Ушки надо смотреть, потому что отиты разные. Медики предупреждают и о том, что любые лечебные и профилактические мероприятия нужно выполнять только по рекомендации и после консультации со специалистом. Некоторые родители очень увлеклись частыми промываниями носа. При неправильном промывании носа промывная жидкость очень часто попадает в слуховые трубы, то есть вместе с микроорганизмами, и тогда тоже способствует возникновению отитов. Не стоит забывать и о регулярном прохождении диспансеризации. Кабинет лор-врача в Видновской детской поликлинике оборудован всей необходимой диагностической техникой, чтобы вовремя выявить проблему и приступить к лечению. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре идет подготовка к выставке куклы советского детства, которую гости смогут посещать с 10 марта. Всего более 20 экспонатов, которые по крупицам собирались авторами экспозиции. Сегодня она идет к нам самостоятельно, уже в приличном состоянии, на выставку. Два местных творческих объединения «Волшебная шкатулочка» и «Галерея абажур» около трех месяцев собирали кукол советского периода. Многие из них были в плохом состоянии. Участницы клуба заново шили игрушкам костюмы и обувь. Реставрировали лица и волосы. Сейчас дети, которые практически все в телефонах, им будет интересна такая выставка. Посмотреть, в какие куклы играли их бабушки. Можно сказать, что это куклы бабушек. Некоторым экспонатам более полувека. Самой взрослой кукле Маше 60 лет. У нее крепление очень интересное. Мне пришлось ее реставрировать в натяжке резинок. Даже боялась, что перетяну. Потому что если в этих пластмассовых наших куклах, которые 60-х годов, у них можно продеть резинку и завязать спокойно. Тут крючки, и боишься, что крючок этот сломается, потому что он настолько уже древний. Помимо кукол на выставке представлены игрушки тех лет. У посетителей историко-культурного центра появится возможность не просто посмотреть на экспонаты. Экскурсоводы будут рассказывать об истории кукол советской эпохи. Мы хотим пригласить всех жителей нашего города и гостей нашего Ленинского городского округа, для того, чтобы они познакомились с этой выставкой. У нас работает и параллельная художественная выставка, поэтому это будет интересно очень многим. Организаторы просят жителей округа, если у вас остались подобные вещи, делитесь ими. На время проведения экспозиции они гордо займут место на витрине. Сама же выставка продлится месяц. Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Ленинского городского округа задержаны ранее судимые двоюродные братья, жители Рязанской области, подозреваемые в серии краж. Злоумышленники пришли в квартиры двух пожилых людей, расположенные в городе Видное и поселке Развилка, под видом работников газовой службы. Различными способами они отвлекали внимание пенсионеров. Усыпив бдительность граждан, один из соучастников искал в квартирах денежные средства. Пока он там писал, пока меня носом тыкал в плиту, он там орудовал. Понятно. И все, и потом они ушли. И потом ушли. Похитив обнаруженные сбережения, мужчины скрывались с места преступления. Общая сумма причиненного ущерба превышает 4 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали следственным управлением УМВД России по Ленинскому городскому округу. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. За что вы занятошим сотрудником полиции? Я не знаю. А что вам сотрудники полиции говорят? Я сам не понял. Вы ранее судимы? Нет. Подозреваемым избранным меропресечения в виде заключения под стражу. Всего несколько дней отделяет нас от праздника 8 марта. Весьма оригинально решили отметить женский день в Центре социального обслуживания «Вера». О настроении артистов и впечатлениях зрителей узнал Максим Козлов. Итак, здравствуйте, дорогие женщины. За окнами юный март. И вся прекрасная половина человечества ожидает приближения первого весеннего праздника. Праздника нежности, красоты и тепла. Небольшой зал в Центре социального обслуживания «Вера» едва смог вместить всех желающих увидеть выступление артистов, посвященное 8 марта. А посмотреть было на что. 14 номеров подготовили для праздничного концерта. Активными участниками действа стали и зрители. И солнцу улыбнемся мы, печали не таят. В концерте приняли участие как представители творческих коллективов Центра «Вера», так и артисты, с которыми уже давно установлены тесные связи. Организаторы признаются, в череде праздников времени на подготовку выступления было не очень много, но в этот раз все прошло гладко. Готовили недолго, потому что праздники за праздниками, поэтому приходится по-быстренькому все. Просто люди откликаются участвовать у нас в мероприятии, это очень приятно. Тем более поздравить женщин, мужчины вот все согласились. Стихи и песни, викторины и юмористические сценки. Организаторы концерта при его подготовке проявили недюжимую фантазию. Звучали композиции под живой аккомпанемент. Александр Лугунов раньше работал в Центре «Вера», теперь он трудится в другом месте. Но ни прийти, ни поздравить коллег и посетительниц Центра не мог. Все лица мне знакомы, ну меня Наталья Васильевна пригласила по старой памяти. Приятно выступить при людях, которых я знаю, которых я уважаю, с которыми мы провели какой-то отрезок времени, было очень здорово. Кульминацией концерта стало выступление местного театрального кружка под названием «Коллективчик». Они исполнили шуточную сценку в поезде. И несмотря на то, что в постановке принимали участие непрофессиональные актеры, их игра никого не оставила равнодушным. Как, собственно, и все остальные номера. Я так давно не смеялась, наверное, уже года два. То есть непрофессиональные юмористы, непрофессиональные артисты добавили нам столько энергии, столько радости, что сейчас все выходят, можно сказать, летают. Закончился концерт фееричным твистом от коллектива «Танцы без границ». С наступающим праздником, милые женщины! Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.